Их осталось только трое челнинцев, которые носят высокое звание героя, героя социалистического труда. Каждому уже за 70, а за плечами десятилетия на различных стройках нашего города. В преддверии Дня Героев Отечества, который россияне отметят 9 декабря, мэр решил лично встретиться с этими почетными гражданами. Выразить от себя и от имени всех челнинцев слова благодарности, а также вручить подарки первостроителям. Да и просто пообщаться с живыми легендами в довольно неформальной обстановке за праздничным столом. В ходе беседок Сокалы вспоминали молодые годы. Работа на КамАЗе, КамГС Энергостроя – у каждого из них своя история, свои достижения, трудовые подвиги и перевыполнение планов. Но общая у них выбранная профессия и та высокая оценка, которую их работе поставила Родина – звание героя социалистического труда. 78-летний Никматула Абдуллин не без гордости вспоминает, как он с коллегами по бригаде шел к этому успеху. Они завершили программу строительно-монтажных работ на 7 месяцев раньше срока. Благодаря смекалке и пытливому уму придумывалась новая оснастка, вносились всевозможные рационализаторские предложения, плюс высокая самоотдача каждого. Вот если раньше другие бригады принимали за смену 3 зелка бетона, 3 зелка бетона – это по 1,5-4,5 кубов, мы начали принимать до 50 кубов бетона за смену. Работа пошла. И вот все 6 сменставок мы закончили. Работа пошла. Продолжение следует...